Сейчас у меня в гостях Станислав Твердохлебов. Станислав, расскажите, пожалуйста, как здесь оказалось на выставке Протэкспо Министерство сельского хозяйства Японии самой? Я с удовольствием представил по представлению господина Хара, господина Кияма, который открыл здесь бизнес в России по выпечке хлеба из различных сортов пшеницы, а также из рисовой. Но по порядку коротко, значит, Марк Карни, известный автор «Динамическое преимущество конкуренции», он мне сегодня твитнул, написал короткое письмо, что будет господин Хара, зайди к ним в павильон и пригласи. Очень интересно, что они открывают этот бизнес из далекой Японии в России. И это совпадает с моим воззрением на мотивацию на микроуровне. И я постараюсь разобраться и написать дословно, как бы, ну, что же является мотивом, и что из далекой Японии, значит, у нас зачастую, допустим, когда я езжу по областям, вот, из одной области в другую боятся переехать, и, значит, вот мы не можем смотивировать, а там то ли это вода на них действует так, то ли определенные сорта пшеницы или муки или чего, почему люди так активны. И так, значит, хотя этот бизнес прибыльный, но там нет таких сумасшедших прибыли, как у Daimler-Benz, как у Mercedes, как у BMW, допустим, или у других корпораций химических или фармацевтических. А выпечка хлеба приносит доход, но приехать, открыть, вы уже брали интервью, и они вам доложили, где вот в Петербурге они открыли, значит. Поэтому я думаю, что и с огромным удивлением я отношусь к вашей работе, насколько вы задаете профессиональные вопросы, поэтому, если есть возможность, побывайте у них, попробуйте, и мне потом подскажете, что, на ваш взгляд, является мотивом. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас ребята уже представлены на данной выставке, уже третий день выставки идет. Какие отзывы вообще от потребителей ребята получают? Конкретно японцы, да? Там просто невероятно, они спозиционировали очень хорошо десятки сортов хлеба, и они угощают. Поэтому там не поймешь, кто реально заинтересован, а кто просто гуляет по выставке и пробует. Поэтому я еще не разобрался в этом вопросе, а задавал, значит, был там, значит, из японского посольства представитель. Я ему задал вопросы, потому что ровно неделю назад он меня приглашал в японское посольство, и я с ним вел двухчасовую беседу. Поэтому он говорит, что невероятно, ему кажется невероятным такой повышенный интерес к хлебу, и хлебу из рисовой муки, из пшеничной, и особенно бездрожжевому хлебу. Почему такой бум? Я не специалист, поэтому трудно мне ответить. Наверное, потому что японцы – это гарантия качества. Всегда ассоциировалось у всех, наверное, жителей нашей страны, что Япония – это в первую очередь качество. Станислав, огромное спасибо и всего вам хорошего. Я двумя руками за ваш анализ, потому что, видите, я не догадался, а вы сразу схватили эту мысль и сформулировали правильно. Да, наверное, качество и необычность, потому что не так мы близко находимся, я имею в виду Москва и Токио, Япония. Спасибо вам огромное. Спасибо.